Сегодня мы пригласили к разговору старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних управления МВД Хакасии по городу Абакану Ольгу Владимировну Евсееву. Здравствуйте, Ольга Владимировна. В Хакасии с 1 сентября изменилось время комендантского часа. Когда вообще он был введен и для чего? Комендантский час на территории Республики Хакасии действует с 2011 года. Действие комендантского часа в течение года делится на два временных отрезка, то есть летний период и время учебы. В летний период комендантский час действует с 11 вечера до 6 утра. С 1 сентября действие комендантского часа начинается с 10 вечера и до 6 утра. В данный период времени несовершеннолетние не могут находиться на территории города Абакану, в принципе, все республики, без сопровождения взрослых. Ну, вообще комендантский час был введен в целях, в первую очередь, защиты самих подростков и несовершеннолетних. То есть ни в коем разе не ограничивать их свободу нахождения на улице, а только в их защиту. То есть чем меньше после 11 часов детей будут находиться на территории города Абакана без сопровождения взрослых, тем меньше преступлений будет совершено в их отношении. Ну и сами подростки, как говорится, также меньше будут совершать преступления. Стоит отметить, что комендантский час действует не на всех субъектах Российской Федерации, непосредственно в нашей республике Хакасии. Наши законодатели пришли к единому мнению, что он необходим, в связи с чем он был введен и в настоящее время действует. Позади лета сколько раз у нас в Абакане нарушался комендантский час и кто понес наказание и какое? За летний период выявлено 8 нарушений комендантского часа. Родители привлечены к комиссии по делам несовершеннолетних к ответственности. Все материалы для принятия решения отправлены в мировой суд. Минимальный штраф, который накладывается на родителей, это 300 рублей. Далее уже в индивидуальном порядке рассматриваются материалы. Дети знают о комендантском часе? Они что про это думают? Сами подростки как вот эту инициативу воспринимают? Изначально подростки воспринимали действия комендантского часа немножечко отрицательные. То есть они думали, что это, как говорится, в ущерб их свободному времени и их нахождению на улице. По истечению времени, ну, допустим, на сегодняшний день 4 года он действует. Ну, и при этом систематически у нас в учебных заведениях проводятся профилактические беседы, да, где объясняется и рассказывается детям, что это во благо для них, а ни в коем разе там ни ограничение их свободы, то на сегодняшний день они уже как-то так спокойно и даже с пониманием реагируют на действия комендантского часа. Ольга Владимировна, еще одна проблема, которой занимается отдел по делам несовершеннолетних, это уходы детей из домов, госучреждений, детских домов и так далее. Насколько острая эта проблема стоит в Хакасе и в Абакане в частности? Уходят, конечно, в основном из учреждений, госучреждений, то есть это общежития ПУ нашего, да, там, спецПУ. Есть такие, конечно, которые уходят и из дома. Причины разные, как уходы из спецучреждений, так и уходов и из дома. Каждому надо работать индивидуально, ребенок, почему, почему ушел, куда ушел, зачем ушел, какая причина ухода. То есть с каждым работаем. Какие профилактические меры принимаются в этом направлении? Во всех учебных заведениях, независимо от школы, отелей, училища проводятся профилактические беседы, причем систематические. Все предупреждаются об ответственности за самоуходы, родители предупреждаются об ответственности за самовольные уходы, которые будут совершены их детьми. Согласно нашего законодательства, то есть родители обязаны подать в розыск в течение трех часов. Если в течение трех часов он не обладает никакой информацией с моим ребенком, и он обращается в дежурную часть, может лично подвести, может позвонить по телефону номер два и сообщить о том, что его ребенок, ну, например, не крылся домой в назначенное время. Он телефон не отвечает, где он находится, ему неизвестно. Среди многих родителей, как сказать, есть такое, не знаю, мнение, что в розыск нужно подавать по истечению трех дней. Я не знаю, откуда такая информация идет, нигде в законодательстве у нас не прописан срок подачи заявления. В принципе, даже три часа вы можете не ждать. Вот он не пришел, восемь, восемь пятнадцать, вы имеете полное право от подания розыска. А вот если вы не подадите вовремя в розыск, ну, предположим, не пришел ребенок в восемь вечера, мама всю ночь спокойно спала, в восемь утра проснулась, нет полного дома, придала в розыск. Вот здесь мама будет привлечена к административной ответственности по статье 5.35 за недолежащее исполнение своих родительских обязанностей, которое будет заключаться в том, что она не своевременно подала на розыск. За этот период времени с ребенком может случиться все, что угодно. Упал, ногу сломал, замерз, утонул, все, что угодно. То есть, чем быстрее родитель подаст на розыск, тем больше шансов, что он у ребенка будет найден в ближайшее время. Кроме этого, на сегодняшний день на территории города Абакана проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Все обучи направлены на выявление несовершеннолетних, которые не приступили по каким-то причинам к занятиям с 1 сентября. Данное мероприятие проходит в комплексе совместно с другими субъектами профилактики. То есть, мы проводим рейды и посещаем семьи по месту жительства. Если есть какая-то причина в плане материальная, допустим, если ребенок не обеспечен констоваром, одеждой, еще какие-то проблемы, которые можно на сегодняшний день решить с помощью субъектов профилактики, они решаются. Решается вопрос обязательно в порядке, чтобы посадить ребенка на занятия. То есть, опять же, не мы одни, вкупе с другими субъектами профилактики решаем, помогаем. В любом случае, все дети должны приступить к обучению. Либо в школу вообще образовательную, либо если нет возможности у ребенка в плане каких-то заболеваний, еще что-то, домашнее обучение. То есть, дети должны все учиться. На сегодняшний день проводится данное мероприятие. Оно проводится до конца сентября. Будет проводиться. Помимо рейдов проводятся профилактические беседы в учебных заведениях, опять же, направленных на предупреждение пропусков занятий без учреждительной причины, опозданий, поведения в школе. То есть, лето, конечно, прошло, дети немножко расслабились. В течение сентября надо их провести к лицам головы и детей в порядок. Можно ли говорить о том, что несовершеннолетние члены нашего общества сегодня стали намного грамотнее, чем были, допустим, пару лет назад? О том, что на сегодняшний день дети стали более грамотные в плане правовом, это однозначно. Однозначно. Причем это связано, ну, в общем, исходя из того, что сейчас у нас источников информации огромное количество, начиная элементарно со школы, где у нас проводятся уроки, общественные знания, правообведения. Кроме того, в школах у нас есть полицейские классы, тоже не новая, и они работают, действуют. У нас есть интернет, у нас есть радио, телевизор, где везде говорится о правах детей, о их правах, в большинстве случаев о правах, нежели об обязанности. Причем, и при этом независимо от возраста, то есть 7 лет или 17, то есть права дети свои знают. Причем агитация такая проходит, что они знают телефоны, куда можно обратиться, анонимно, неанонимно, то есть при конфликтах, допустим, среди сверстников, при конфликтах в семье, если тебя обижают, то есть если тебе там что-то не устраивает, не нравится, пожалуйста, психологическая помощь, помощь со стороны сотрудников полиции, помощь в школе. Школа в этом плане вообще проводит хорошую работу, там работают тоже психологи, соцпедагоги, которые говорят, что в первую очередь, если что-то случилось, не молчите, не скрывайте, не прячьтесь, приходите, рассказывайте, мы будем принимать меры, будем помогать. И мы-то при этом всегда, когда работаем с подростками, которые, допустим, первый раз попадают в наше поле зрения, мы всегда говорим, если возникают проблемы какие-то, ну не нужно их там в одиночку решать дома, да, допустим, родителям, с родителями со своими, приходите, ну мы же не сразу наказываем, не сразу там штрафуем, либо отправляем на комиссию. Изначально пытаемся максимально оказать помощь, максимально помочь, причем привлекая субъекты другие, ну субъекты профилактики, другие службы. Если уже никакие профилактические меры не помогают, там уже мы начинаем действовать с точки зрения там наказания. Ну в любом случае, дети на сегодняшний день, ну достаточно грамотные. Спасибо, Ольга Владимировна. Напомню, сегодня гостем нашей рубрики интервью была старшая инспектор отдела по делам несовершеннолетних управления МВДХ Кассии по городу Абакану, Ольга Евсеева. МВДАа Абакану Ольга Андрея Продолжение следует...